Приветствую вас, уважаемые друзья от лица компании Superjob. Ну и мне, конечно, в самом начале хотелось бы спросить, а кто-то слышал о такой компании? Отлично, отлично. Значит, есть наши клиенты. Я боюсь, я сегодня много секретов раскрою о наших менеджерах по продажам. Ну что ж, позвольте тогда представиться. Меня зовут Наталья Лысых. Я ведущая специалист по обучению и развитию компании Superjob. В компании я работаю уже порядка 9 лет. Я пришла в компанию как тот самый менеджер по продажам. Ну и последние 5 лет я занимаюсь обучением новых ребят, которые приходят в нашу компанию, и удержанием старых ребят, которые как раз позвонят нашим уважаемым клиентам. Моя коллега Ирина. Спасибо, Наташа. Всем добрый день. Меня зовут Ирина Снегирева. Работаю я в компании с 2010 года. И начинала я как менеджер по продажам. В общем-то, так же, как и Наталья. Но занималась я возвратом ушедших клиентов. Спустя некоторое время я получила возможность передавать свой опыт, что, собственно, сейчас и делаю, находясь на должности руководителя группы в отделе продаж. О чем сегодня будет наше выступление? Продажи с удовольствием. Как построить эффективную систему обучения менеджеров по продажам? В принципе, вакансия менеджер по продажам – это сейчас одна из самых востребованных вакансий, потому что, ну, вы не дадите мне соврать, в любой из ваших компаний эти специалисты присутствуют. И я думаю, не в единственном количестве. В нашей компании работает сейчас порядка 80 менеджеров по продажам. И я чуть позже расскажу о том, как долго эти ребят задерживаются в компании Superjob. Самое сложное в том, чтобы вывести человека, вывести нового специалиста в продаже через неделю. И сделать так, чтобы этот человек стал уверенным пользователем и уверенно предлагал, продавал вашу услугу, либо ваш товар клиентам. А как сделать так, чтобы человек получал удовольствие от этой работы и оставался в вашей компании на протяжении многих лет? Я надеюсь, как раз в нашем сегодняшнем выступлении мы сможем эту тему раскрыть. Давайте начнем сначала. Чему же обучать новичков? Когда к нам выходит менеджер по продажам, в свой первый рабочий день он начинает с welcome-тренинга. Welcome-тренинг проводит HR-менеджер. Он длится порядка двух часов. И на welcome-тренинге мы в неформальной обстановке рассказываем о том, что мы за компания. Ну, то есть в общих чертах. Кто мы? Какие сервисы мы предлагаем нашим клиентам? Кто же наши клиенты и организационная структура нашей компании? После этого, это вот такая небольшая часть, после этого мы рассказываем о том, какие мы изнутри. Традиции нашей компании, развивающие мероприятия, как двигаются в нашей компании, какие-то истории успеха, которых у нас достаточно много. Но таким образом, в самом начале мы заряжаем менеджера, и мы даем почувствовать ему то настроение, которое присуще сотрудникам компании Superjob. После того, как мы заканчиваем welcome-тренинг, идет документальное оформление, и менеджера по продажам передают дальше. Это идет продуктовое обучение. В чем особенности продуктового обучения? Компания Superjob – это высокотехнологичная платформа, и на то, чтобы обучить нового специалиста эффективно работать, эффективно помогать клиентам, у нас уходит 5 дней. Обучает специалиста его коллега, и мы считаем, что в этом тоже вот такая фишка обучения менеджеров по продажам, потому что, во-первых, коллега, он тот самый продажник, он каждый день сталкивается с возражениями от клиентов, он сталкивается с сложными ситуациями. Но и доверие к такому же, как я, у новичка гораздо выше, чем к какому-то, например, HR-у или к какому-то тренеру, которого я вижу в первый раз и не уверен, что он когда-то продавал. Поэтому первое – тренер, он же коллега, тестовый сайт для выполнения практических заданий. Это раздаточные материалы, чтобы специалист мог подкреплять постоянно свои знания. И в конце, по окончании вот этого продуктового обучения, уже я как тренер провожу тестирование на знания сервиса. Это тест, который состоит из 40 вопросов. По результатам этого теста я понимаю, насколько уложилась за эту неделю необходимая информация, какие есть зоны развития у сотрудника. Ну и я, конечно, даю обратную связь. Обратную связь будущему руководителю, ну вот, например, Ирине, и обратную связь самому сотруднику, для того, чтобы он понимал, что ему нужно будет подогнать, какие моменты в ближайшее время. Вот, в принципе, прозрачность внутренних процессов – это, наверное, то, что отличает наше обучение. И вот об этом Ирина тоже сегодня будет рассказывать. После того, как тест на знание сервиса пройден, мы передаем уже специалиста дальше. Мы передаем его куратору, который будет вести его на протяжении испытательного срока. Спасибо, Наташа. Итак, что же происходит дальше с сотрудником, который попадает в отдел продаж? К нему прикрепляется куратор, который будет вести его на протяжении всего испытательного срока. Испытательный срок нашей компании длится 3 месяца. Выход возможен и досрочно, в зависимости от успехов самого сотрудника. Куратором становится, как правило, наши специалисты отдела продаж. Это могут быть как старшие, так и ведущие специалисты. Они компании лояльны, они хорошо знают продукт, и они могут поделиться своими знаниями. Как часто встречается куратор? В нашей компании встречи в течение первого месяца длятся один раз в неделю. В течение месяца происходит 4 встречи. На второй месяц мы встречаемся раз в две недели. И третий месяц мы количество встреч сокращаем до одной или двух. Опять же, зависит от успеха вот этого сотрудника. Чем занимается куратор? В первую очередь, это, конечно же, обратная связь, которую он дает сотруднику. Чтобы дать обратную связь, ему необходимо прослушать звонки, проанализировать их, встретиться с сотрудником. Он помогает ему обучаться и вливаться в рабочий процесс. Давайте посмотрим таблицу, которую мы называем внутри у себя «Зачетная книжка». Состоит она из нескольких страниц. Сюда имеет доступ как сотрудник, так куратор, так и руководитель. На первой странице у нас располагается график встреч. Мы сюда фиксируем сразу с первого дня, с первой недели работы в компании все даты, которые будут у этого сотрудника, чтобы он не парился, не бегал, не искал, когда же у него будет обратная связь. Он открыл файл, увидел сразу свой план на все три месяца. Что мы сюда еще включаем? Это опрос на знание сервиса. Сегодня мы тоже будем об этом говорить, и вам Наташа об этом расскажет. Опрос является неотъемлемой частью для выхода с испытательного срока. Одним из важнейших критериев. Поэтому мы включили его сюда, в этот график. А для того, чтобы сотруднику было комфортнее к нему подготовиться, не три месяца думать о том, что он выучит все в последний день, мы предварительно опросы с ним проводим по первому месяцу и по второму месяцу. Вторая страница нашей зачетной книжки – это файл с обратной связью. Что мы сюда вносим? Информацию о клиенте. Это ссылка на клиента из нашего внутреннего CRM. Ссылку на звонок. Опять же, сотрудник заходит, открывает клиента, слушает звонок, читает комментарий своего куратора. Комментарий куратор оставляет в соответствующем поле. И есть еще раздел «Что сделать?». Например, по звонку мы понимаем, что его можно было бы улучшить, отработать возражения, что-то выяснить дополнительно у клиента, сделать так, чтобы состоялась продажа. Поэтому мы сюда это запишем. Возвращайтесь. И есть поле тенденции. Для чего оно? Когда мы по прошествии нескольких звонков понимаем, что сотрудник из ряда в ряд совершает какие-то одни и те же ошибки. Например, забывает представляться, забывает по имени обращаться к клиенту, мы запишем это в тенденции. И это тоже повод поговорить на обратной связи. И есть поле для сотрудника, когда он читает информацию, мы обсуждаем на обратной связи. Сюда он фиксирует то, какие шаги он будет предпринимать, и как он будет исправлять эту ситуацию. Что он будет делать над собой. Следующие три листа нашей зачетной книжки, три слайда, будут посвящены трем месяцам испытательного срока. Первый месяц мы сюда вносим те критерии, по которым оцениваем сотрудника. Розовым цветом выделены поля, которые являются обязательными для того, чтобы продвинуться на второй месяц. Как правило, здесь большая часть теоретических знаний, ну и плюс дисциплинарные какие-то вещи мы сюда выносим. Есть определенная шкала оценки, это полностью соответствует тем критериям, которые внесены частично, либо не соответствует. По этим критериям мы принимаем решение о переходе сотрудника на следующий месяц испытательного срока. Также есть поле для куратора, что мы сюда пишем. Мы фиксируем опять же какие-то случаи нарушений, опозданий, то, что сотрудник где-то не справляется. Например, задает один и тот же вопрос, каждый день подходит и задает один и тот же вопрос. Значит, что-то не укладывается. Мы сюда фиксируем, потом это все обсуждаем. И комментарии для сотрудника. Опять же читает и оставляет здесь свое мнение. Второй и третий месяц аналогичным способом построены, но здесь уже больше практических знаний и навыков. Здесь мы уже уделяем работе с возражениями. Здесь мы смотрим уровень продаж, насколько он выполняется. Предварительный опрос. Мы тоже это учитываем. И третий месяц. Всего шесть пунктов. Из них четыре являются обязательными. И вот эти четыре пункта, они должны быть на уровне, выполняются полностью. Вот такой формат, когда мы привлекаем кураторов среди своих сотрудников в отделе продаж, в первую очередь он нам позволяет адаптировать нового сотрудника. Он быстрее знакомится с коллективом, вливается в рабочий процесс. И уже, как сказала Наташа, он общается со своим, с тем, кто продает, а не с тренером. Конечно же, это зона роста для куратора. Мы сегодня будем об этом говорить. Мы расскажем вам, какие есть возможности роста в нашей компании в отделе продаж. И для того, чтобы стать старшим или ведущим специалистом, опыт курирования необходим. Поэтому те, кто хотят расти и развиваться дальше, они с удовольствием берутся за нового сотрудника и начинают его курировать. Ну и, конечно же, такая система работы с зачеткой позволяет даже руководителю наблюдать за процессом обучения, как продвигаются дела у сотрудника. Сам руководитель не всегда, может быть, слушает звонки, но следит за процессом благодаря той системе, которую мы для себя создали. Ну, один, наверное, тоже из ключевых моментов, как раз в той самой прозрачности, о которой я вам говорила в самом начале. То есть на любом этапе сотрудник также понимает, что от него хотят специалисты, что от него хочет куратор, руководитель. И он понимает, какие шаги ему нужно сделать для того, чтобы продвинуться дальше и, ну, там, например, исправить какую-то критическую ситуацию. Итак, сотрудник к нам вышел. Мы провели для него первоначальное недельное обучение продукту. После этого передаем его куратору, и сотрудник становится уже полноценной единицей. То есть через неделю, через пять дней он выходит и начинает общаться с нашими клиентами. Он владеет уже всей основной информацией. Ну, в принципе, куратор просто поправляет какие-то там небольшие недостатки и более глубоко вводит его уже в основную тему. Что у нас дальше? Мы даем сотруднику месяц на то, чтобы он немножко пожил с этой информацией, чтобы эта информация у него уложилась. После этого мы проводим тренинг по продажам. Это базовый тренинг, который проходят все сотрудники нашей компании. Потому что, ну, вот много рук было о том, что с компанией Superjob знакомы. И я надеюсь, вы со мной согласитесь. Сервис, который мы предоставляем нашим клиентам, это для нас очень важный момент. То, как наши менеджеры общаются с нашими клиентами, и то, какую информацию и как они преподносят эту информацию. На тренинге по продажам мы разбираем какие-то базовые моменты. Это этапы продаж, это работа с возражениями, это различные классификации вопросов и так далее. И вот способы установления контакта с разными людьми. Вот об этом я сейчас немножко подробнее расскажу. Мы очень любим всех наших клиентов, но клиенты, конечно, бывают разные. И очень хотелось бы, чтобы наши менеджеры умели налаживать контакт, какой бы клиент ни был. Клиенты бывают руководители, бывают, например, секретари, офис-менеджеры, руководители отделов, менеджеры по продажам, кто угодно. Ну и по человеческим качествам общение с клиентами тоже бывает абсолютно разным. Мы показываем своим сотрудникам такую типологию клиентов, которую мы взяли в работу для своей компании. Вот здесь я сейчас буду раскрывать секреты, поэтому, уважаемые клиенты, когда вы будете общаться с нашими менеджерами, сделайте вид, что вы ничего не знаете. Дайте им немного с вами поработать. Итак, типология цветовая – это красный, зеленый, синий. Я сейчас буду рассказывать о том, чем отличается один цвет от другого, как распознать, как с этими цветами работать. Ну и давайте мы с вами будем на себе тестировать, кто к какому цвету относится. Вот мы с Ириной немножко подсказываем уже, к каким цветам мы относимся. Вот я вам тоже буду такой вопрос задавать. Ну и так, красный клиент, речевые индикаторы, короткие фразы, больше такие директивные выражения, интенсионно подчеркивает слова, много оценочных слов, хорошо, плохо и так далее. Он использует постоянно местоимения «я», «мне» и так далее. Употребляет слова из профессионального сленга или, возможно, какие-то, ну знаете, использование английских фраз, выражений и так далее. Говорит быстро, громко, его раздражает медлительность, то есть он хочет получить решение здесь и сейчас. Он любит попробовать на ощупь то, что он покупает. Ну то есть для этого у нас есть как раз-таки такой демо-доступ, который мы можем в случае необходимости дать клиенту, чтобы он попробовал нашу услугу. И при принятии решения о покупке, это, наверное, ключевой момент. Красный клиент, он, как правило, ориентируется на двух, трех каких-то самых-самых важных параметрах. Ему не нужно глубоко, технически рассказывать, из чего состоит наша платформа, на каком языке написан наш сайт и так далее. Возможно, его интересуют абсолютно какие-то другие моменты, такие как HR-бренд и так далее. Наши менеджеры выясняют те два-три критерия, на основании которых принимается решение, и предложение клиенту строит таким образом, чтобы попасть вот в те самые параметры, на основании которых он примет дальнейшее решение. Как работать с таким клиентом? Ну, в первую очередь, конечно, этот клиент нуждается в признании того, что он VIP-клиент. И менеджер, конечно же, должен дать ему это почувствовать в разговоре. Не отвлекаемся, не заставляем такого клиента ждать. Я уже говорила, что он нетерпелив, он хочет принятие решений здесь и сейчас, он не хочет ждать день, два, неделю и так далее, поэтому решение нужно дать ему сразу же. Если такой клиент почувствует, что менеджер засомневался, он, скорее всего, потребует, например, руководителя или старшего специалиста, и дальнейшее общение он будет уже проводить с другим человеком. Стараемся предлагать ему все самое лучшее, и вот здесь, если есть какие-то эксклюзивные услуги, мы тоже рассказываем об этом VIP-клиенту. Он хочет выделяться, и мы даем ему такую возможность в виде различных маркеров, рекламы и так далее. Ну и, конечно, не забываем о комплиментах. Но это такие деловые комплименты в уместной общении с клиентом форме. Следующий цвет — это зеленый. А давайте сначала вот я такой опрос проведу. Кто почувствовал себя красным клиентом в общении? Да, я вижу несколько рук. Я повторюсь, что нет плохих, хороших, все клиенты прекрасны, и задача нашего менеджера — просто зная, что люди бывают разные, понимая, как выявить тот или иной цвет, уметь стать немножко хамелеоном и подстроиться под клиента. Итак, зеленый клиент использует в разговоре шутки. Это может быть какое-то неформальное общение, немножко уход от темы звонка. Если разговор затрагивает чьи-то интересы, он старается никого не обидеть, потому что для него важно «мы». То есть это клиент, который очень любит дружить с менеджером. То есть это клиент, который звонит постоянно одному и тому же менеджеру. И вы знаете, вот еще когда я работала в продажах, у меня как-то такая ситуация была, клиент позвонил мне спустя год после нашего предыдущего общения и сказал «Здравствуйте, Наталья, я Владислав из Волгограда». Помните, мы с вами год назад общались, и, конечно, я сказала, конечно, я вас помню, благо была СРМ-программа, по которой я быстренько в памяти установила, о чем мы общались когда-то, год назад с нашим клиентом. Зеленые обидятся, если они нас любят, а мы про них забыли, поэтому мы стараемся про них тоже не забывать. Громкость речи средняя, охотно рассказывает о своих желаниях, а при принятии решений зеленый клиент, ему нужен совет, ему нужна помощь. То есть, либо его друзья-знакомые когда-то приобретали данную услугу, и они говорили, что это классно. Зеленый клиент поверит, и на основании этого сможет принять решение. Если наш менеджер станет для клиента вот таким другом, сможет действительно его понять и помочь, менеджер также сможет давать ему советы при принятии решения. Кто почувствовал себя зеленым клиентом? Отлично. Ну, я тоже, наверное, больше зеленый. Как с ними взаимодействовать? Нуждается в дружелюбном, понимающем менеджере, и, ну, опять же, с удовольствием послушает совет, если действительно вы наладили с таким клиентом контакт. Он будет долгосрочно с вами работать, и даже если на рынке появятся конкуренты и попытаются переманить вот такого зеленого клиента, для него компания Суперджоб – это вот вы, да, и он идет в компанию Суперджоб не на какой-то непонятный сайт, а он именно идет, например, к Ирине. Он знает Ирину, и Ирина для него большой помощник. Следующий – синий клиент. Синий клиент – это больше про техническое, то есть вот он любит покопать. Синий клиент, он хочет узнать все характеристики товара, он несколько медлителен, но это за счет того, что он пытается разобраться в теме. Он использует конструкт, ну, в общем-таки, сложные у него предложения, длинные, но он всегда доводит свою мысль до конца. Он часто использует обезличенные формы, говорит тихо, интонация ровная, спокойная, и, знаете, он держится как бы немножко отдаленно. Он где-то там далеко, он просто от вас воспринимает информацию. Синему клиенту очень тяжело на слух эту информацию воспринимать, поэтому если говорить о том, как взаимодействовать с синим клиентом, ну, в первую очередь, конечно же, ему нужно продублировать предложение на почту, потому что решение синий клиент принимает не здесь. То есть он уйдет, он уйдет, возможно, даже на какое-то длительное время, он уйдет на неделю, он будет думать, он будет сравнивать, он будет звонить конкурентам, и на основании того, что вы пришлете на почту, он сделает уже в дальнейшем какие-то выводы. Кто почувствовал в себе синего такого досконального клиента? Я вижу, ну, больше мужчин руки поднимают. Спасибо, друзья. Давайте двигаться дальше. Как проводить обучение по постоянно меняющемуся продукту? Как я уже сказала, сайт Superjob — это высокотехнологичная платформа, я даже не смогла сейчас сразу выговорить это слово. Постоянно на сайте происходят изменения, каждый день добавляется что-то, изменяется, и для того, чтобы наши клиенты получали постоянно обновленную информацию, менеджер по продажам должен сам владеть этой информацией. С какой проблемой мы столкнулись? Постоянные рассылки от продуктов идут о том, что что-то поменялось, кнопка перекрасилась, появилась новая опция и так далее, и так далее. В большом потоке работы менеджеры не успевают читать, не успевают просматривать эту информацию. Соответственно, иногда клиенты получали знания раньше, чем менеджеры доходили до этого письма. Конечно, это неприемлемо. Поэтому мы решили, что с этим нужно что-то делать. Первое, что мы сделали, это база знаний. Это некий документ, в котором мануал, в котором прописаны и расписаны все наши услуги, все наши сервисы. Для того, чтобы менеджеры читали этот мануал, мы решили, что написать его должны они сами. Поэтому мы выбрали добровольцев, они разобрали темы, и эта база знаний буквально в течение двух недель была написана. В дальнейшем, опять же, пять добровольцев сейчас занимаются поддержанием этой базы знаний, они дополняют, обновляют, делают рассылки и так далее. На какое-то время мы успокоились, ситуация наладилась. Но базу знаний менеджеры тоже читали не всегда. Поэтому мы решили, надо, опять же, предпринять какие-то меры. Мы ввели опрос на знание сервиса. Вот сейчас это один из важных критериев при повышении. И это один из важных критериев для того, чтобы сотрудник продолжал работать в нашей компании. Опрос на знание сервиса проводится каждые три месяца. Его проходят все сотрудники отдела продаж. Я уже говорила, это порядка 80 человек. Он делится на две части. Это устный опрос. Как правило, устный опрос мы проводим с новичками, чтобы это было не так стрессово. И тест. Тест на знание сервиса. По результатам этого опроса сотрудник, если претендует на повышение, он может претендовать на повышение. Не сдать опрос нельзя. Ну вот, если первый раз сотрудник не сдал опрос, мы даем ему возможность исправиться. Если в дальнейшем опрос не сдается, с таким сотрудником мы прощаемся. Но вот за все время работы я не помню, чтобы кто-то не исправился. Обычно они внимают нашим мольбам. Ну и как выявить точки роста для сотрудника, как с ними работать и зачем все это нужно самому сотруднику. Об этом сейчас вам Ирина расскажет. Спасибо большое, Наташа. Я вам расскажу про карьерный рост, который у нас предусмотрен в отделе продаж. Вы сейчас видите схему. Мы разрабатывали ее два года назад. Два года она уже существует. И по ней успешно проходит повышение по служебной лестнице сотрудники нашего отдела. Что это такое? В нашей компании возможен рост как горизонтальный, когда сотрудник развивает себя в продаже, оттачивает навыки работать с возражениями, не боится никаких клиентов, идет вперед. И у нас есть возможность передвижения между разными группами клиентов, так, чтобы пообщаться сначала с одной группой клиентов, с другой. То есть мы в своем отделе сегментируем клиентов в зависимости от их потребностей и прочих разных условий. Соответственно, менеджер имеет возможность пообщаться с разными группами клиентов. Это горизонтальный рост. А в вертикальный рост – это переход на позицию со специалиста на старшего, на ведущего и дальше руководитель группы. Опрос на знание сервиса – это один из главных критериев. И чем выше должность, на которую претендует сотрудник, тем выше уровень знаний у него должен быть. Балл соответствующий. И ряд других критериев, которые вы сейчас видите. Плюс мы оцениваем сотрудника по компетенциям. Команда, гибкость, ответственность и результат. Спасибо большое. Как часто проходит у нас пересмотр позиций? Это раз в полгода. Если не получилось в этот раз, сотрудник может через полгода снова попробовать претендовать на повышение. Интервью с HR происходит один-один. Сотрудник готовится по вот этому листу самопроверки. Здесь как раз расписаны все те компетенции, которые мы учитываем. Он готовит кейсы, вспоминает свои успешные решенные задачи за последние полгода и потом рассказывает об этом на интервью, по итогу которого принимается решение. Переходит он на позицию, на следующую или остается на прежней. К сожалению, не всегда сотрудник получает повышение. И такое у нас тоже есть. Что он в этом случае получает? Конечно же, обратную связь. Он получает рекомендации для развития тех компетенций, которых ему не хватило. Эта система существует два года. 12 сотрудников за два года у нас проходили интервью по компетенциям. 10 из них получили повышение. Ну и, наверное, если подвести такие итоги, вот та система обучения менеджеров, обучение, я бы сказала, и развитие менеджеров по продажам, она, во-первых, дает прозрачности, которую я сегодня утвержу в течение получаса нашего выступления. Она дает возможность понять сотруднику свои точки роста. Мы даем все инструменты для того, чтобы сотрудник мог расти и мог развиваться. И, конечно же, благодаря этой системе обучения сотрудники постоянно включаются в работу. То есть они сами участвуют в создании того продукта, который в дальнейшем мы предлагаем нашим клиентам. За счет этого, конечно, удовольствие от продаж, оно гораздо выше. И если говорить, в принципе, о менеджерах по продажам, ну, наверное, средний срок работы специалиста продаж в B2B, это где-то год-полтора, не больше. В нашей компании средний срок работы – это 4 года. И есть специалисты, которые работают 5, 6, 7 лет и так далее. Вот сейчас с Ириной мы перед выходом шутили. У нас открыто в компании несколько вакансий, поэтому, друзья, если что, вы знаете, к кому обратиться. И, значит, компании сейчас уходят только в декрет, поэтому вакансии открыты в связи с декретными ставками. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Я вижу очень большой интерес к вашему докладу. Сразу отвечу на вопрос по поводу презентации. Презентации будут доступны на сайте конференции в течение недели. Мы постараемся сделать это как можно быстрее, но поймите, их много, так что просматривать они обязательно будут. Вопросы. Как делегировать зеленых клиентов? Делегировать? Наверное, здесь нужно сказать о том, что менеджер должен вообще снять вот эти индикаторы, о которых мы сегодня говорили. И, наверное, менеджер должен быть зеленым, чтобы общаться с зеленым клиентом. Но, опять же, общение с зеленым клиентом может уйти очень глубоко и далеко. И зеленый клиент, он, как правило, за временем не следит. Поэтому здесь всегда нужно помнить еще и о времени. Но у нас с этой задачей справляются все менеджеры. Ну и давайте еще один вопрос, пока все не разошлись. Так. Как вы оцениваете менеджеров, если у них есть и проектные продажи, и регулярка? Проектные продажи и регулярка? Но у нас немножко по-другому строится. Система, я думаю, Ирина, наверное, лучше об этом расскажет, каким образом строятся продажи. Продажи у нас есть короткие. Да, это клиент сделал заявку, менеджер сразу перезвонил, пообщался, там сделал до продажи и так далее. Продажи есть длительные? Есть длительные, да. Вот я сегодня немного об этом сказала, что мы клиентов сегментируем по разным спискам. И с каждым списком работает своя группа менеджеров. Короткие продажи. Действительно, зашел на сайт, выставил счет, мы быстро пообщались, подтвердили, взяли следующего клиента. Что касается длительных продаж, это клиенты, которые покупают долгосрочные периоды, и с ними на протяжении всего срока, пока у него оплачен доступ к сайту, мы общаемся, поддерживаем, помогаем размещать вакансии, настраиваем подборки, решаем какие-то проблемы, с которыми он к нам обращается. Из чего может складываться, возможно, вопрос еще был про деньги, как рассчитываются дополнительные премии для сотрудника, как считывается та самая продажа. Но мне кажется, во многих компаниях так же происходит, когда идет либо какая-то допродажа, то есть клиент не думал изначально об этом, менеджер предложил, разница идет на его личный счет. И второй момент, когда клиент, например, уходит, он не хотел платить, менеджер смог его вернуть. Там, опять же, определенный процент идет уже на его личный счет. Продолжение следует...